ребята всем большой привет сегодняшнее видео будет посвящено косметике поэтому наверное мужчинам это не интересно и возможно они не будут меня смотреть потому что я думаю у них много других интересных дел девчонки значит поэтому буду обращаться к вам девчонки вряд ли ребята все-таки останутся у экрана поэтому девчонки но если вдруг кто-то останется не обижайтесь такие мелочи жизни вообще то сегодня первый день как мы приехали из кан мы сегодня наконец-то дома поэтому отдых отдыхом но очень хорошо быть дома я рада что мы приехали знаете смешно наверное звучит я немножко подустала от отдыха вот ну много положительных эмоций когда особенно заканчивается что-то приятное отпуск да допустим какие-то вещи которые немножко тяжелые или там утомляют или что-то еще потому что все равно в путешествии бывает всякое особенно в путешествии в чужую страну особенно когда ты или вы как я не очень говорите по-французски и с тобой еще двое детей да это немножечко бывает волнительно мягко скажем потому что в разные ситуации ты попадаешь и и бывает по-разному поэтому знаете у меня куча просто от снятого материала по поводу кан я еще даже не закончила сан-лоран-дювар вот последнее видео насчет сан-лоран-дювар у меня осталось а потом мы плавно перейдем в канны но ребят я уже на данный момент сегодня 18 июля сейчас я не буду говорить сколько времени очень много в общем скоро утро а я сижу перед камерой и хочу снять это видео сегодня чтобы все-таки с утра 19 июля вы его увидели потому что когда я не снимаю видео несколько дней знаете меня прямо уже кошки на душе скребут и вот такое впечатление что я прям не доделала работу и мне мне прям плохо не хорошо поэтому эти болезни заболела и такая приятная болезнь мне нравится короче говоря мне честно немножко поднадоело снимать про отдых про один курорт про другой курорт а потом знаете еще я решила отвлечься немножко и поэтому сегодня будет тема косметика она будет достаточно краткой небольшой не краткой но небольшой потому что я в этой области не прям специалист я вам просто покажу что я купила где я купила как это выглядит и сколько стоит вот и прежде чем приступить вот к основной теме я сейчас закончу свою мысль и дальше продолжу тема путешествий она такая очень знаете объемная но во всяком случае вот мне так кажется мне я получила столько много новой информации и мне знаете столько хочется вам дать этой информации много поделиться но и и надо знаете вот так не с кондачка преподнести а как-то так вот обработать сначала надо обработать у себя в голове да все структурировать разложить по полочкам потому что очень много вот сейчас я сам на рандюар закончу да там в принципе у меня как бы все подобрано и там такая концовочка и и просто выложите все и закончите с этой с этой темой да с этим курортом но большая тема канны и мне знаете прям хочется много да мы 10 дней были в каннах 10 дней в сан-на-ран-дюваре по моему так у нас или 11 и 10 с 8 по 18 мы были в каннах да там 10 дней наверно тоже получается поэтому знаете и как бы мы пока были в каннах мы ездили в ниццу мы ездили куда-то еще боже мой сейчас знаете даже уже забыла куда мы ездили потому что море просто какой-то информации а в антипы ездили и там ходили куда-то туда сюда и поэтому просто хочется рассказать вот так объемно но надо подготовиться хотя бы до немножко потом я очень хочу рассказать про апартаменты в которых мы жили в какие-то плюсы и минусы ну и так далее цены и прочее вот поэтому я немножко тему камня и узнать и отложу я ее буду обрабатывать и постепенно отдавать до постепенно промежутки я буду делать как бы до другие видео просто ну потому что потому что потому да потому что вот так душа требует и мне кажется что так будет правильно вот значит начнем девчонки значит то что я купила косметические все средства я купила в кап 3000 это тот который находится в сан-лоран-дюваре это самый крупный большой торговый центр на всем лазурном побережье и благо да и один из плюсов вот этого курорта сан-лоран-дювар что он был около нас то есть до него от наших апартаментов ну минут двадцать пешком наверное до взрослому человеку детей не берем с ними мы там долго шли взрослым минут 20 я ходить я ходить люблю поэтому для меня это совершенно не вопрос туда обратно сходить что мы там купили там зашли зашли мы нашли бутик никс американская профессиональная косметика и зашли мы в этот никс с дочерью и вот что мы купили значит начну девчонки наверное наверное с помад как-то на них у меня глаз сразу упал значит показываю что купила я купила три помады одна помада первая да выглядит вот таким вот образом и она сейчас у меня на губах но это блеск для губ да мега шайн и глосс значит девчонки я не знаю как показывает камера я сейчас вот вам ее открою покажу или его открою покажу да наверное правильнее сказать его блеск и попробую нанести на руку но у меня рука загорелая не знаю что получится вообще попробую так и как бы вот теперь вот так эту руку развернуть ну попробую вот так не знаю видно что-то или не видно а знаете я вам с этой стороны намажу ok вот так вот так надеюсь что вот с этой стороны видно получше будет очень мягкая очень нежная сейчас знаете пахнет тоненько тоненько но не обалденно мои кларансовские блески пахнут я уже рассказывала в каком-то видео они прям знаете конфетками такими сладкими такими вот и жвачкой я не знаю очень вкусный пахнут здесь запах есть но он такой знаете почти нейтральный такой тоненький еле слышный но тем не менее мне очень нравится как она на губах да лежит она очень мягкой знаете у меня вся кожа склонна к сухости то есть у меня кожа просто сухая я даже стоит не знаете диагноз поставили и вот эта сухость кожи она обозначена медицинским термином который я боюсь что я сейчас вам озвучу но как-нибудь другой раз или напишу под видео ксероз что-то такого плана обозначающий сухость кожи на теле поэтому у меня кожа сухая абсолютно везде и это не очень хорошо губы в том числе они тоже страдают у меня от этого я их вынуждена постоянно увлажнять как собственно всю кожу другой вопрос что я не очень занимаюсь своей кожей скажу честно ну наверное скоро буду да потому что я в предыдущем видео рассказывала возраст поджимает и не хочется возраст заставляет меня заняться собой до этого я этого не делала абсолютно все кто меня знают не дадут мне соврать вся моя семья все близкие близкие люди до к семье все знают что не косметологии не походы какие-то да в косметические салоны значит вы девчонки наверно не поверите но мне до 43 года а сейчас мне будет в октябре 44 года я ни одного раза не было нет не так скажу была но потом даже как-нибудь расскажу как это было смешно косметолога я была за консультацией который меня совершенно разочаровала я причем пошла дважды я ходила в два разных института к двум разным косметологам об этом расскажу отдельно оба меня разочаровали я больше туда не хожу значит я ни разу не делала чистку лица не обычно делают все да какие-то чистки пилинги что-то меза тра-та-та да я в этом полный лопушок свои почти что 44 года вот и в общем и целом до пользуюсь кремами только вот единственное что это я уже говорил я их чередую я то пользуюсь дорогой косметикой да вот типа там клиник флоранс да вот такого плана виши да вот что ты а венда а потом раз ты начинаю я вам кстати покажу что у меня здесь есть во франции чем я пользуюсь тоже сниму отдельное видео посмотрите у меня есть и самый-самый простой косметик который я просто вот в кархуле покупаю пользуюсь то есть я знаете так чередую да то одно то другое иногда мне знаете ну и честное слово жалко денег тратить думаю до бойца уже ничего не спасет я уже говорила да кроме рук хирурга пластического или укола ботокса поэтому я как бы да раз там что-то купила себе подешевле потом думаю время прошло да прошло прошло думаю ну надо там 8 марта да например или там у меня день рождения или новый год или просто бац и думаю ну пожалуй все закончилось все это я уже от пользовала там до простое ширпотребные лореалевская прочее и думаю ну ладно надо себе купить конфету да и вот бац и покупаю отвлеклась от темы значит вот эта помада стоит давайте сейчас посмотрим у меня такой огроменный чек огроменский но вы на него не смотрите потому что это мы покупали с дочкой вдвоем значит я прям специально так и подчеркнула что отдельно купила я и что сколько стоит значит вот эта помада вот этот блеск 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 стоит 5 евро 49 но я не буду вот эти да там считать поэтому 5 евро я округляю стоит вот этот блеск очень мягкий очень такой увлажняющий прям нежный нежный не стягивающий мне нравятся девчонки попробую вот так не знаю как смотрится на губах надеюсь хотя бы что-то видно надеюсь так вот так могу вам сделать так значит следующее покажу вам вот такая вот персиковая до помада а и номер у нее вот такой вот я сейчас вам правильно все скажу это для тех кто разбирается да для более грамотных людей не таких лопушков как я это баттэ липстик и сейчас я посмотрю это это и туаль фланг блс 26 нее да так она пронумерована маркировочка у нее такая и выглядит она вот таким вот образом мне кажется такой знаете на такой вот персик персик прям натуральный персик она матовая она без блеска и сейчас я попробую на своей загорелой руке на каком-нибудь кусочке показать тоже как она выглядит девчонки вот так знаете она как сказать она без перламутра потому что мне не идут перламутровые помады но она вот я смотрю я так на руке накрасил она все равно имеет какое-то свечение наверное вот так сказать какое-то свечение она имеет и она посмотрите она у меня вот раньше много лет назад до лет двадцать наверное может быть больше когда я покупала вот такие мне вот идут оранжевые помады оранжевые я так назвала грубо персиковые да там лосось цвет и так далее да но я их иногда грубо зову оранжевые поэтому они мне идут потому что у меня блондинистые волосы да они были и рыжими и всех оттенков белого не белого совсем а вот желтоватых там и рыжеватых поэтому поэтому мне вот эти помады вот такого тона очень идут собственно как и румяна и тени все что цвет вот такой вот лосось персик и прочее мне это идет но они раньше были такие знаете жирные густые прям вот насыщенные да а сейчас много всего и такие есть но вот это вот как раз нет она такая полупрозрачная полупрозрачная и тоже с увлажняющим эффектом я беру только увлажняющие вот помады в основном да я уже сказала почему да потому что просто мне так необходимо для губ поэтому стоит она я вам сейчас скажу сколько и так я ее так и обозвала у себя в чеке оранжевая стоит моя оранжевая 6 и 9 в общем считаю 7 евро вот она мне нравится я сейчас понюхаю пахнет она или нет не знаю сама сейчас я вот открыла все это дело вот только что перед перед вами просто я подготовилась чтобы там ножичком не ковырять да вот эти слои защитные поэтому я а поскольку купила я это ну слава богу почти две недели назад поэтому я как купила так больше не открывала все это лежало до сегодняшнего вечера да то же самое практически ну прям вот чуть 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 считай не пахнет так следующая помада кстати вот на ней еще осталась такая вот это вот да упаковочная бумажка это не бумажка целлофанчик такой упаковочный баттеглос бл ж 15 и сейчас я посмотрю готов что у нас там готов о девчонки анжел футкейк готов без анж в общем наверное правильнее все таки б или же 15 дать чем название какое то такое пространное я бы не запомнила и сказать что баттеглос вот значит вот этот баттеглос посмотрим тоже да блеск вот не знаю как вот так вот так будем показывать и попробую сейчас на вот самую свободную зону нанести светлую свою очень надеюсь что видно девчонки вот так вот это смотрится значит знаете что я очень долго выбирала там стоял у стоечки мы с дочерью она уже наверное со мной устала выбирать мы очень долго с ней выбирали между этой еще двумя помадами потому что знаете хотелось чего то такого поярче но совсем яркие тут очень сложно мне не совсем идут и все таки мы остановились на этой по моему на этом блеске и как-нибудь я в этом блеске сниму видео чтобы может быть было видно как оно смотрится на самом деле а так мне трудно трудно передать вот этот самый скорее ароматный блеск из всех он пахнет хотя бы и тоже пахнет вкусняшками знаете чем пахнет сейчас скажу вам какими то вот у него такой запах карамельный такие конфеты есть коричневые как же они называются их жуешь и они такие вот внутри разжевываешь кругленькие карамельные прям очень вкусные одно время эти конфеты все время по телевизор рекламировали сейчас не вспомню как зовут как они называются ночью такой карамельный вкусный у них аромат вот вот это вот такой блеск да еще раз номеровочку покажу стоит он давайте смотреть ха 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 тоже 66 евро так все с ним закончили для губ у меня все значит дальше пошли наверное ой девчонки даже не знаю почему пойдем давайте по карандашам так так вот эти возьму значит карандаша 4 выглядят они у меня вот так вот 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 этот такой цвет он так и называется азур до лазурный вот этот вот обычный это для такой серенький для бровей и для глаз и для того и для другого самый обычный я сейчас покажу как он выглядит начну с него он обычный я действительно подкрашиваю брови и глаза поэтому он оптимальный я его всегда покупаю я его взяла все вот этот азур начну тогда с него сейчас ой 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 вот вам азур сейчас попробуем попробуем вот есть уже отчаялась была но открыла значит выглядит он вот так а на ручке он себя ведет давайте вот попробую вот так красиво неимоверно посмотрите просто я просто там попробовал в магазине я не могла оторваться вообще влюбилась такая у них палетка шикарная столько цветов столько тонов но он просто вот лазурный правда невозможно я думаю что к моим глазам ну и особенно сейчас к загару будет хорошо смотреться стоит вот этот вот азур карандашик сейчас я вам скажу азур 6 ровно 5 и 9 ну я округляю до 6 евро стоит так вот этот я показала следующий точно такой же зеленый очень красивый и знаете он так красиво называется сейчас я скажу вам он называется эсмеральда синий вот этот да называется но он не синий лазурный хорошо называется азур зеленый эсмеральда вот так он выглядит вблизи на камеру и сейчас мы его посмотрим на руке оба вот тебе и эсмеральда эсмеральда осталась у меня на веки но мы сейчас не растеряемся и вот так вот сделаем так потрем что нам стоит дом построить правда вот так выглядит эсмеральда тоже очень красиво я знаете выбирал ну не могла оторваться да красота страшная сила и тоже мне будет очень хорошо на глаза теперь я все испачкала вся в этой эсмеральде видите как вот так вот да что же делать мы сейчас выйдем из ситуации так дальше ничего страшного технические моменты да как я говорю только руки все зеленые внимание уже не обращайте дальше у нас обычный белый вот такой вот белый карандашик белый в эту же цену 6 я его взяла для он знаете как для для того чтобы подводить глаза да вот как бы для интерьера для того чтобы вот это внутреннее веко обводить и это увеличивает глаз но знаете в чем фишка он не совсем белый он лавандовый такой я не знаю видно ли на камере сейчас я попробую посмотреть как он называется нет по-моему сейчас а он знаете как называется фуме бланш фуме бланш слушайте красиво и идет он здесь под номером 0808 фуме бланш и выглядит он вот так сейчас нарисую я очень буду надеяться тоже что видно вот это вот лавандовая поверхность не видно нет что он не совсем белый сейчас попробую пожирнее сделать для вас надеюсь что видно очень красивый так что попробую вот такой вот лавандовый ой не могу смотрю мне самой нравится ужасно я в магазине не могла оторваться слушайте в магазине нарисовала что только могла вообще на себе у меня уже заболели губы уже заболели глаза от того что я знаете то один карандаш попробую потом сотру потом другой потом сотру потом боже мой помады выбирали помады с дочерью мы наверное в этом никсе провели часа два мы вот просто то я ее оттаскиваю говорю слушай все пойдем пойдем я тебя умоляю пойдем уже уже на кассу пойдем я настроил настроилась иду на ка ну все все посмотри вот это останавливаемся знаете как два наркомана останавливаемся и не можем отойти потом она меня все пойдем пойдем я напала допустим на что то да я уже говорю я не могу подожди подожди помните как подожди и вот так же я смешного так девчонки вроде бы все до серый я не буду на руке рисовать а может быть и буду нарисовать правда уже мы все нарисовали давайте серый нарисую но это обычный асфальт самый обычный асфальт так вроде бы почти а и кстати вот этот серый он стоит 2 и 5 2 евро 50 евро центов 2 и 5 он самый дешевый по карандашам пробежались и поехали дальше потому что у нас еще три подводки у девчонки вообще просто сейчас сейчас просто я не знаю умереть не встать в общем вот вот и такие красавицы если называть грубо то это розовый нежно-розовый да вот такой а называется он вообще-то glow glow а нет извините не glow glam liner aqua люкс идет под номером 06 2 такой да золотой я его могу назвать золотой он называется также глам лайнер aqua люкс идет он под номером 04 и 3 также называется до глам лайнер aqua люкс идет под номером 7 и сейчас покажу каждый вот так вот открывается вот он ну надо рисовать потому что так вы конечно не увидите ничего сейчас я нарисую себе на ручке очень надеюсь что будет видно будет красиво смотрите ну до того нежный что до того вот просто знаете вот так сверкает это на глазах вообще невозможно девчонки просто будете как клеопатра ходить мне очень нравится значит это розовый да еще раз это у нас 0 06 золотой на мне сейчас я не знаю видно что то или нет но золото сейчас на мне я специально сделала себе чтобы просто у меня свет плохой утро и у меня здесь у меня совершенно да вот нету такой профессионального оборудования я думаю что я плохо выгляжу и в камере в том числе и не видно к сожалению всей красоты вот этого лайнера и сейчас давайте посмотрим золотой прямо настоящий золотой смотрите да ну gold просто да красота красота это золотой и сейчас покажу последний последний тоже умопомрачительный цвет сейчас ну вот как раз его будет сложнее всего показать на моей коричневой руке я попытаюсь он знаете даже я не знаю как его передать какой он девочки не знаю он вот как это выглядит да это какой-то кофе с молоком это такой легенькая нежная естественно сверкающие кофе с молоком наверное тогда или светло-светло чуть чуть-чуть светло прям совсем ореховый может быть надеюсь что видно на камере третье карандашик а да значит они лайнеры скажу сейчас сколько стоит каждый из них сейчас секундочку лайнеры да вот они каждый по 7 по 7 евро так и последняя моя покупка это хайлайтер хайлайтер выглядит вот так вот коробочка называется он сейчас я вам скажу иллюминатор россер декла и более такое у него до индивидуальное название enigmatic enigm идет он вот под этим номером 05 enigmatic enigm 05 выглядит он вот таким образом открываем да вот так я не знаю видно там или нет камеру буду надеяться что да стоит он десять с половиной евро значит и он у меня здесь нанесен но я опять же волнуюсь что ничего не видно поэтому я сейчас попробую на руке так эта рука зеленая будем на этой руке очень красивый вот так очень красивый он нежный он такой знаете посмотрите да он не жидкий он соответственно пудровый сияющий конечно да и знаете запах запаха нет без запах он абсолютно но мне кажется и не надо у него такой знаете тепловатый оттеночек тепловатый такой немножко под мою кожу у меня кожа вообще когда без загара то она светлая совсем до белая я очень белая и вот тут такой как раз под мою кожу немножечко такой розоватый но не но не холодный розовый а вот именно такой чуть-чуть тепленький тепловатый розоватый и может быть смесь с персиковым знаете даже вот с каким-то розовато-желтоватый что ли вот какая-то такая смесь вот еще раз да попробую показать может быть все таки вам будет лучше видно лучше чем я описываю для моей кожи он очень хорошо подходит и он такой такой нежный нежный но невозможно текстура просто шикарно знаете шелковая вот пожалуй до шелк я даже не знаю я такого хайлайтера у меня были хайлайтера да более простый был ревлоновский хайлайтер и я пробовала маковский хайлайтер и до маковский конечно хороший я даже вообще вот прям поднимаю руки и все но я не могу сказать что никс может быть даже может быть с маковским у меня был немножко другой тон и мне кажется с никсом у меня стопроцентное попадание поэтому вот я пока влюбилась совершенно в этот никс вот буду пользоваться с большим удовольствием вот так что девчонки наверное вот на сегодня все за все вот то что я вам показала да я отдала 70 евро там 69 с копейками но я округляю и говорю вам 70 да и вот еще раз в руки возьму и все вам вот это вот покажу я очень довольна вот так вот это вот вся моя вся моя женская радость очень очень довольна буду пользоваться с удовольствием потому что никс это первый в моей жизни я никсом не пользовалась еще да вот маком до сэфорой до обычными марками совершенно да там я не ланком но много-много всего и подешевле и подороже и так далее и сэн лоран и прочее даже сейчас не хочу перечислять всеми марками всеми которые есть в наших самых там до обычных ревгошах линдоботы и так далее дал реаль вот поэтому но меня привела целенаправленно дочь и сказала так давай пробовать с тобой никс потому что я знаю что это такое а ты нет и давай ты купишь себе и мы с тобой попробуем понравится тебе ли это девчонки я говорю и мы просто знаете как два наркомана мы не могли оттуда уплыть вот так что мне мне все понравилось да я довольна очень-очень это все смотрится глаза просто мне кажется вообще вот что открывает взгляд у женщин так это хорошая косметика девчонки открывает нам взгляд вот это да потому что когда я это я сижу еще знаете меня такой макияж на скорую руку вот это по-другому не назовешь у меня здесь из того что у меня накрашена до брови до губы и до глаза немного здесь у меня вот здесь у меня хайлайтер чуть-чуть на пробу вам мне кажется его не видно но не тона да не основы и не тональника не пудры не румян у меня нет ничего на лице то есть это моя натуральная кожа я уже говорила я практически очень редко делаю себе фасад как положено да вот чтобы это было хотя бы на 4 балла про 5 мы уже не говорим поэтому в основном я всегда брови ресницы и глаза крашу это глаза бывает не всегда брови губы всегда вот поэтому поэтому знаете когда вот мне кажется вот все вот все что у меня сейчас есть если я все это использую и все это использую как я говорю да именно грамотно с основой с тональником с пудрой с румянами и прочее да и плюс хайлайтер и конечно и я думаю что это будет действительно на 5 баллов вот знаете о чем я пожалела об одном моменте я не купила тушь я хотела бы вот познать из серии когда вот всего много глаза разбежались и ты забыла главное я очень хотела попробовать тушь потому что вот я много да тушь это такая вещь когда которая это важно да это глаза это объем это длина ну и так далее да это мы как бабочки хлопаем рельями да эти выразительности я хотела попробовать и забыла купить тушь поэтому до следующего раза а в следующий раз когда я куплю никсовскую тушь то я вам тоже обязательно ее покажу и более того я накрашу глаза и вы посмотрите как она смотрится на глазах во всяком случае на моих вот а сейчас девчонки и вдруг мальчишки остались в экране до следующего раза безу-бизу пока безу-бизу пока